Субтитры сделал DimaTorzok Я бы хотел быть Рамуки, тапки, бегут и бабки на гон Накаляли меня задры вафлы Камон тут закли Ахули тебе рисовать Вот монет твоя планка, падла Я отдыхаю 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 Давай дальше В татуре вопрос плохой Какой стресс Я че вообще Давай, полетели Доброе, то теперь будет официально, окей? Давай Привет, Маза, спасибо, что ты принял мое приглашение на интервью Я за своей страной с нетерпением жду возможности поговорить с тобой на самые разные темы, не только связанные с Тарковым Я надеюсь, что тебе также будет интересно Сто процентов Всем привет, всем приятного просмотра Погнали Надеюсь, ты хорошо спал сегодня И ты полный сил, да? Ну, когда ребенок не совсем большой Не совсем хорошо спится, но Ну, нормально, да Хватит, точно Окей Готов У тебя есть что-нибудь выпить? Нету А не хочешь сделать чай? Бо мы будем много говорить Я на безводной диете Нормально, давай Маза, пожалуйста Представься и расскажи мне сколько слов о себе, чтобы мы могли узнать тебя лучше Откуда у тебя появилась идея стать стримером и как ты продумал свой никнейм И у меня вопрос Маза форекист или Маза чекист? Или как правильно говорить твой никнейм? Правильно говорить Маза форекист Это означает, мой ник означает, что я для своего города, в котором я родился Это город Кустанай, в Казахстане Родной мой город И когда я создавал на Твиче Когда придумал этот никнейм Я же не знал, что я стримером буду То есть он очень старый, там с 2007 или 2006 года И он до сих пор такой же Вот просто раньше была эра КС 1.6 И все писали приписки через четверку Не как фоур, а как фо Вот, и это как бы с того времени осталось И поэтому сейчас кто-то вообще говорит чекист Кто-то говорит фо КСТ Кто-то вообще мазохист читает Откуда там эти буквы берут люди, я без понятия Вот, а так Меня зовут Евгений Фамилия Сергеев А.К.А. Маза фор КСТ Все как-то так Вот, а по поводу Тарков, когда играю Когда начал играть Ну меня друг вообще подтянул на самом деле Наверное Ну, я не скажу, что это мой тиммейт по КС Это мой тиммейт по Пабгу Уже был 100% Антошка Вот, Антоха, тебе привет Если будешь смотреть это видео Он мне сказал Маза, есть такая игра Вот, Тарков как бы Заходи, попробуем Ну, вместе побегаем Он мне даже подарил аккаунт То есть вот сейчас с аккаунта С которого я играю, да, по сей день На котором 8000 часов Это он мне подарил Я себе не покупал Тарков сам Вот, и как бы вот я играю Ну, как-то зашло Ну, первое время было тяжело А потом Ну, это мы уже дальше обсудим Я думал Как я попал в Тарков Вот так именно Он меня позвал Я зашёл Говорю, что это такое Что за пивная игра Удалил её Потом через пару месяцев Опять установил И мы опять пошли играть Ну, как-то так было А какая фракция? Ну, вообще за Бера я играю Всегда? Ну, на самом деле Над Юсеком Все прикалываются Как бы, да Ну, знаешь почему Но Как бы На самом деле Я, если так вот На чистоту Искренне Я непредвзято отношусь То есть игра Как бы у Юсека Одежда красивше Ну, это 100% Берр харизматичный просто И как бы Тот человек Кто не знает русского языка Его не понимает Я думаю Ему за Бера Бессмысленно играть Потому что он не поймёт Всей этой харизмы Не поймёт Подачи этой Не поймёт Души этой русской Понимаешь? Как бы Тут Кому как Нравится Как говорится У Юсека Зато одежда крутая Ну, я согласна Я бы хотела больше Чтобы у Бера было А как давно Ты играешь в Тарков? Ну Получается 4 года Было вот В феврале этого года То ты ветеран тоже Что еще раз? Ветеран Ну много играешь 4 года Это уже много времени Ну Чего мне там 8 тысяч часов Где-то А помнишь ли Свой первый рейд Какая это была карта Какие эмоции Которые ты испытывал И ты был один Или в команде Как это было? Вообще Самый первый рейд Первый 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 Да Это самый первый рейд Это вообще просто мем Я зашел на завод С ПМом Короче Вот И играл в какой-то хоррор Шаришь? То есть я шел На заводе Короче С этим ПМом Это был оффлайн режим Тогда в Таркове Еще онлайн режима Наверное не было Это еще я жил В Казахстане Это еще я жил там И мне Мой близкий друг Еще там Говорит Я играю в Тарков Как бы Хочешь я тебе дам ключ На 7 дней Вот А когда тебе давали Ключ на 7 дней Там был только оффлайн режим Шаришь? Вот Я поставил Короче Зашел И я тебе клянусь Вот минуты 3 С ПМом Я удалил Тарков Просто я вышел Удалил его Я не понял вообще Ну типа в чем прикол Я не понял Вот А причем Этот ключ Ему дал Теперь Мой зритель Прикинь То есть Его Моего друга На работе Коллега Дал ему этот ключ Потому что он играл в Тарков И они вместе начали играть А потом он мне Уже через Колю Через друга Да Через коллегу Передал этот ключ Мне Я установил Поиграл чуть Ну и удалил ее На заводе Это был рейд Вот А он теперь меня смотрит Тот Коля Прикинь Вот так получилось Вообще история какая А это тоже так было Что ты шедал Спинками возле стены Или нет Нет Ну я типа там что-то побегал Да Не было прям такого Вот такое было Когда я уже Осознанно Да В феврале Начал играть Со своим другом С Антохой Вот И мы Это чисто лаба была Только лаба Никакие другие карты Я начинал играть в Тарков Только с лаборатории Вот И там я тоже с ним С ПМ-ом А ты еще карточек не было Белых карточек еще не было Когда ты начал Нет Не было Не было Можно было бесплатно ходить Вот И я короче с ПМ-ом Там по рейдерам Пам 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 И знаешь Первое время горело Знаешь с чего На Я не мог понять Почему Вот я думал Что у бота шлем Короче Это просто бокс Ну хитбокс Ну да Да Я не понимал Что это реально шлем И что он сейвит От попадания Прикинь Я горел с этого Просто страшно Я горел до тла Я ему говорил Почему я ему стреляю в голову Он не умирает Он не умирает Тоха говорит Да ты придурок Вон забрали Типа Я говорю В каком забрали Ты что мем Мы тут в шутер играем Или что это за помойка вообще И я ему в голову А еще реги не было тогда Прикинь Половина ты попал Половина не зарегала Ну и вот это вот Вся история Вот И вот так вот Начался мой путь Таркуши И уже в июне В июне Вот этого года Я уже ходил Фулл гири с ХК И просто уничтожал Ну то есть Вообще без шанс Я вообще Других карт не знал Я знал Только лабу Только мета сборки Только мета броню И я бегал Уничтожал просто Типов Вот так было Но я помню В нашем встрече А я нет Ну расскажи Я помню У тебя еще не было Много зрителей Я помню Но так если Если по факту Взять Ты до сих пор Как бы Женский киберспорт Возглавляешь Но я еще ни разу Не видел Типа Кто лучше тебя По мувменту Там или по стрельбе Играет По факту Так что Ты тоже время Зря не теряешь Развиваешься Видишь В этом плане Смотрели Смотрели Там 2,5 тысячи фолловеров А вот уже 500 Пушка Попугай Попугай Попугайчик Да Да Я не знаю Сколько мне лет Тут было Но я точно знаю Что Это Получается Мой брат Двоюродный Это у него дома И Тогда В то время Попугай И вообще Большая редкость была То есть Это считалось Ну типа Ну тема Шарик для богатых Вот И Вот Вот так вот С попугайчиком Я что-то чай пил С печеньками Что ли И он сидел на руке И как бы У меня поел Так сказать Эту печеньку с губ И Как-то запечатлили Эту фотку сделали Потому что Даже еще телефонов Не было Сама понимаешь Да Я помню Это примерно Это там На полароид Наверное На какой-нибудь Сфоткан Вот А вторая фотка Где вот Это моя любимая Игрушка Между прочим Но какая большая Да 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 Очень большая Это енотик Мой любимый Я наверное С ним До лет девяти Точно возился Наверное Это мне папа подарил Привез Да нет Ты что Он не влез бы Куда У меня же Не двухспалка Была В три года Это Отец Отец Мне привез С Москвы И подарил Этого енота Очень крутая Игрушка была Мне очень нравилась И посмотри Какой милашка Я был маленький Да Вообще Вот Это Моя любимая Игрушка Мягкая А есть Она еще у тебя Или нет Что с нее случилось Ну она дома Там А есть там Дома Дальше Да Конечно Это очень хорошо Ну если мама ее не отдала Конечно кому-нибудь Может подарила Смотрю что глазки Твоя Ну так Как сейчас у тебя Ну знаешь как это Когда ребенок Он меняется И так далее А глазки у тебя Глаза темные Сразу были Да Хорошие фото Хорошие А часто ты смотришь Свои фото С детства Или нет Ну как Честно говоря Блин Честно если Я наверное Альбомы смотрел Свои Я даже не помню Когда Ну я не придаю Какой-то Знаешь Значимости этому Наверное Поэтому Не скажу тебе Наверное нет Вот сейчас вот Вчера ты попросила Меня Вот мама скинула И я посмотрел Ну прикольно Типа такой И все Да Ну хорошо Мы уже знаем Кто ты Поэтому мы можем Перейти к первой части Шоу Но прежде чем Мы это сделаем Я хочу рассказать Про Вила Потому что Ты еще не все знаешь Но в сумме Ты ничего не знаешь Есть две серии вопросов Первая серия Time for Secret Это время для секретов И вторая часть Это под огнем Как пройдет это интервью Будет зависеть Только от тебя У меня есть 100 вопросов А ты выбираешь 10 из них В первой части Ты отвечаешь За свои вопросы На некоторые вопросы Можно ответить Довольно быстро Но в этой первой части Я хотела бы Сосредоточиться На больших Развернутых ответах Окей? Давай А вторая часть Серия Это под огнем Это быстрые вопросы И быстрые ответы Первая мысль Быстрый ответ То теперь выбираешь Номер вопроса От 1 до 100 Ошалеть Ну давай 5 5? Окей Опиши ситуацию Когда твои родители Были очень зли на тебя Это может быть Из твоего детства У меня папа Папа Ну я когда был маленький Папа уже был дальнобойщик Ну ты на фурах ездишь Знаешь Да? Угу Грузовики большие Вот И он Мне казалось Он привозил много денег То есть Там были Двухсотки Вот такие вот Пачки большие Вот И он привозил Приезжал с рейса И приходил домой Вот с сумкой денег И их складывал Я короче Растрепал Где-то во дворе То у меня папа Там миллион денег Возит А тогда 90-е были И нельзя было Этого говорить Но это было Немного денег Просто Ну как бы Визуально Это было много Понимаешь? Угу И короче Вот за то Я получил Жёстко тогда Именно от папы Ну прям я до сих пор Помню Он говорил Ты что с ума сошёл Хочешь чтобы нас всех Ну на тот свет Отправили Из-за твоих рассказов Было бы Говорит за что Как бы вот И вот за то Я получил Очень сильно До сих пор Помню Ну это хорошо Такий урок От папы Ну да Да Ну Окей Далее Вот Это Давай дальше Это самое такое Что я помню Прям Ну давай Десять Десять О Что думают Твои родители От твоей Рабочей стримера Так Ну во-первых Это не работа Начнём с того Да Я никогда не относился К этому Как к работе Дисциплинированно Подходил Но не отношусь К этому Как к работе Я не хочу Чтобы моё любимое дело Стало для меня Работой Ни в коем случае Вот И Отец Он Он Царство ему небесное Он К сожалению Покинул нас В том году Он даже не знает Что это такое Он даже Не в курсе Ну типа За компьютером И за компьютером Как бы Я для него Всю жизнь За компьютером Поэтому Вот А мама Мама Смотрит стримы Смотрит видео Мама рада Мама Вообще Короче Но Очень за меня рада И Кайфует Тоже От От того Что я делаю Ну а Когда ты Моторишься Хорошо Я говорю Это Что мама Говори Ну как Смотрит стримы Да мама Она Ничего Она такая Компанейская На самом деле Знаешь Она Как бы Всё понимает Что это Да там Ну как бы Контент для взрослых Игра для взрослых И что Как бы Где-то там Заскерна словил Ну Понимает Что это Как бы Часть Меня Да Я всегда Любил Материться Кстати Всегда Я даже Когда маленький Был В школе Везде Вообще Обожаю Эта харизма Она Вот эта Душонка Русского Языка Она Вообще Просто Самый лучший Матый В русском Языке Ты не можешь Сказать Нормально Как можно Одним словом Выразить Всё Понимаешь У нас Есть несколько Слов на Польский Но Не буду Говорить А то Те монетизацию На видео Выключат Скажут Пока Да Видос Берёт Тысячу Просмотров И всё До свидания На чём Мы остановились Так да Ну вот Ответил Да В принципе Хорошо Давай теперь Дальше Давай шесть Шесть Маш сто Если что Да 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 Я поймаю Окей Что тебе Раздражает В Таркове Так жёстко Что тебе Раздражает Мы тогда В час Не уложимся С тобой На самом деле Ну давай Такие две Такие две Вещи Которые Очень Если их бы Не было То бы Было Все По кайфу Например Такие две Такие Жёсткие Вещи Которые Тебе Раздражают Меня Ну читеры И Экзит Кемперы Вот Две вещи А Досинки Ненавижу С ними Можешь Ненавижу Читеров И они Очень портят Сильно Вообще Всю магию Таркова И Те кто На выходах Сидят Просто Я их родственник Вот честное слово Вообще Прям Очень плохо Отношусь Вот это Меня бесит Очень сильно А если Брать Составляющую Игры Самой Механику Игры Это инерция Это самое Худшее Что могло Быть В игре Просто Да И Корявый Паркур Просинхронов Сейчас нету Вот Но Поэтому Я помолчу Как бы А вот Именно Паркур И То что я сказал Это прям Вообще Ну не может Тип бежать И камень Просто В камень Упереться И бежать В него В маленький Это вообще Бред Просто Невероятный Да У меня тоже Такие ощущения Когда они Добавили Инерция Что я хочу Пикнуть И я просто Как бы Пила Не знаю Вудка Одну неделю То я так Немножко на лево Немножко на право И так Ну ты пиво Да Чистое пиво Да Окей Давай Дальше Давай Двадцать два Двадцать два Чего мы О тебе Не знаем Расскажи нам Секрет О себе Маленький Секрет Чего ты раньше Не говорила Никому На стримах Блин Тяжело Даже Подожди Сам по себе Человек Блин У меня Наверное Даже Такого И нет Честно Говоря Что я Не говорил Никогда Шутить Нельзя Шутить Нельзя Когда Такие Темы Серьезные Это Я мог бы Сейчас Сказать тебе Секрет Большой Свой Секрет А на стриме Ты бы Ему Мог Сказать Ну Не знаю Или Тоже Нельзя Да Не Можно Да Я Прикалываюсь На самом Деле Честно Говоря Нет Никаких Секретов У меня Честное Слово Ну Давай Что ты Хотел Сказать Не Я Ничего Не Хотел Я Просто Подумал Я Сам По себе Открытый Искренний Я Как бы Вообще Своих Зрителей За свою Семью Считаю Это Правда Я Все Им Рассказываю Ну У меня Так Я Ничего В жизни Наверное Такого Не Делал Что Прям Можно Какой-то Секрет То Если Например Кто-то Зайдет К тебе В чат И Задает Какий-то Вопрос Ну Ващен Такий По секрету Или Что бы Хотел Узнать То Всегда Как бы Рассказываешь Да Не Говоришь Что Не Это Секрет Я Тебе Того Не Скажу И так Далее Нет 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 Ну Как бы В карман Лезть Не Надо Да Субординацию Соблюдать Как бы Да И все А Остальное Ну И то Да Я даже Говорю Сколько С рекламных Контрактов Денег Падает Ну Там Челом С чата Как бы Что тут Такого Мне Кажется Благодаря Им же Есть Эти Контракты По сути Поэтому Ну Это Хорошо Что Чатик Можешь Жизнить Нет Вот Такого Прям Вот Честно Нет Не могу Вообще Тебе Сейчас Сказать Это Тоже Хорошо Что Ты Так С Чатиком Ваще Как Семья И Вы Можете Поговорить О всем И Они Могут Спрашивать Тебе И Ты Так Честно Все Расскажешь И так Далее Это Очень Хорошо Интересоваться Могут Максим Помните 32 О Были ли Висти От Которых Тебе Пришлось Отказаться Чтобы Стать Стримером Ну Наверное Уехать От Всех Отказаться От Родни И Вообще Приехать Со Своей Семьей Туда Где Никого Нет У тебя Вот Ради Того Чтоб Стать Стримером Я Полностью Свою Жизнь Изменил Вообще А Почему Ты Уехал И Уехал Потому Что Чисто Ну Позиционно По Казахстану Оттуда Невозможно Не играть На результат Не Стримить Потому Что Находится В таком Месте Далеко От Серверов Интернет Плохой Ну По Крайней Мере В городе Где Я Жил Вот Поэтому Невозможно Поэтому Я Совместил Полезное С Приятным Уехал Туда Где Мои Предки Всю Жизнь Жили Вот Где Море Есть Где Интернет Хороший И Пинг Все Идеальные Условия А Как Твоя Жена Но Вы Обсуждали Это Вместе Да Чтобы Переехать И так Далее И как Она Как Вы Нашли Баланс Чтобы Это Все Сделать Чтобы Получилось Ну Да Она Она Всегда Поддерживает Ты знаешь Во всем Как Б Ну Полное Полное Доверие Есть Она Типа Хоть на край света За тобой Типа того Знаешь Это Круто Это Прям Буду Плакать Нормально Просто Что Так Прекрасно Говоришь Ну Она Она Конечно Ну Бывает Газует На меня За то Что Я По Девять По Двенадцать Часов Здесь В своем Кабинете Да Вот Но Она Понимает Что Это Как Б Во-первых Это Благо Состояние Нашей Семьи Да А во-вторых Что Я же Делом Занимаюсь В любом Случае Вот Медийно Как-то Развиваюсь Работаю Поэтому Над собой Поэтому Она Меня Поддерживает Полностью В этом Плане Ту-ту-ту-ту Пусть Будет Так Дальше Как Говорится Это Прекрасно Ну А то Я Желаю Тебе И Твоей Семьи Чтобы Так Было Всегда Спасибо Большое Это Круто Когда Все Заодно Знаешь Да Как Один Тим Мимо То Что Ты Делаешь И До Одного Просто Идете Это Прекрасно Что Никто Никому Да Как Команда Прекрасно Да Потому Что Ну Ты же Сама Понимаешь Вот В Стриминге Твоя Ментальная Составляющая И Когда У тебя Где-то В семье Или Где-то В отношениях Какая-то Суета Ты Не Можешь Полностью Отдаться Своему Любимому Делу Это Все Мешает И Как Ну Я Не Люблю Когда Мне Что-то Мешает Я Захожу В основном Сюда Сажусь У меня Ни Телефона Нет Закрывается Дверь Вот Мой Кабинет У меня Нет Семьи У меня Никого Нет Все Есть Я Есть Тарков Есть Контент Который Я Делаю Для Людей И Все Я Полностью Абстрагируюсь От Этого Всего Потому Что По-другому Качественно Не Получится Постоянно Будут Внешне Какие-то Моменты Тебе Мешать Вот Поэтому Да Вот В этом Плане Ирэн Моя Она Вообще Молодец Поддерживает В этом Плане Полностью Прекрасно Давай 55 Давай Как ты Заботишься О Своем Здоровье Известно Что ты Долго Сидишь За Компьютером Как ты Заботишься О Своем Самочувстви Хороший Вопрос Вообще Отличный Вообще Прям Попал Значит Обязательно Обязательно Кто много Сидит За ПК Неподвижно Ходите Каждый Вечер Просто Ходите До 90 Ударов Вот Чтобы Сердечко Ваше Билось Второе Ходите Обязательно Фитнесом Занимайтесь Вообще Ну Я не знаю Люди Правильно Понимают Фитнесом Заниматься Это ходить Там Железом Да Заниматься Штанги Гантели И так Далее Вот Просто Как бы У нас Качалка Это называется В Европе Там люди Может Не поймут Этого Вот Занимайтесь Фитнесом Три раза В неделю Вот Пейте Обязательно Сто процентов Обязательно Витамин D Отдельно Обязательно Надо пить Потому что В основном Солнца Везде Не хватает Вот И Будет Все хорошо У вас И будет Все хорошо У вас Сто процентов Потому что Когда ты Долго сидишь На одном месте У тебя И кровообращение Нарушается И сердечко Там не очень Плюс Ты сфокусирован Всегда на одном Ну Считай На мониторе На своем Да И как бы Это сказывается Потом В дальнейшем Не очень хорошо Вот А так Как говорится Я себя чувствую Просто Замечательно Не дождетесь Это прекрасно А с вами Что время У тебя Чтобы Например На качалке Да Хорошо говорю Сходить После стрима Или Надо Какий-то Свободный день Тебе Нет Просто После стрима Вечером Занимаюсь Я прихожу Где-то В полдесятого В зал Вот И до пол одиннадцатого Занимаюсь Прихожу домой Делаю коктейль Протеиновый Пью его И ложусь спать Все А по-другому Никак Ну у меня Времени Раньше Нету Я считаю Начал В 13.00 По Москве Да Закончил В 9 По Москве Все Строго По 8 часов Стараюсь Это идеальное Время Чтобы захватить Всю аудиторию И как бы Ну я считаю 8 часов Стрима Идеальное Время Вообще Ни больше Ни меньше Не надо Вот так Хорошо Поэтому не получается Раньше А с утра Сходить Потом руки Забитые Как стрелять Когда руки Забитые Да И тяжело О Тяжело Правда А так на лучший Сен тоже Потренировать Ну да Мне так приятно С тобой говорить И у нас Хоба было Пять вопросов Уж да То еще пять Затало Я не знаю Давай дальше Пойдем Давай сто Пусть сто Будет Там самый мерзкий Скорее всего О Как тебе лучше всего Воспринимать Критику Как научиться Справляться С критикой Можешь ли Дать совет Другим людям Как ты это делаешь Потому что Ну ты стример Да Как ты это все делаешь Да все педагоги Я Д'Артаньян И все короче Вот так скажу Честно Вообще не воспринимаю Критику Вообще не слушаю Стада Если бы я это делал Я бы не был тем Кто я есть Мне постоянно Всю жизнь говорили Что ничего не получится Я никого не слушал И делал Как мне надо Ну пусть это будет ЧСВ Но зато это правда Я согласна с тобой Я согласна Просто никого не слушайте Как бы Собаки лают Караван идет Все И можно даже Следующему вопросу Переходить Не мусолить эту тему Согласна Давай Давай 95 Твой самый страшный сон Который ты запомнишь На всю жизнь Так он не один был Так прям реально сон надо Да Да Слушай ну Блин Вот я реально В поту проснулся В поту проснулся Вот Я не знаю Почему мне это снилось Ну короче Прям при мне Вырезали всю мою семью Прикинь Ну типа Понимаешь Да Да Маму Папу И я ничего не мог сделать Типа С этим Просто смотрел Это наверное Самое страшное Да Лучше умереть стоя Чем жить на коленях Я согласна Можно дальше Окей Давай 89 Если бы тебе не нужно было спать Как бы ты использовал это время Прикольно Вообще круто Блин на самом деле Если бы спать не надо было Вообще кайф был бы Я бы с семьей проводил его Сто процентов Я бы вот Вставал утром А Вставал Мы же не спим Ну короче Начинался бы Начинался бы день Там Допустим С 13.00 Я бы стримил 8 часов Потом бы шел в зал И потом бы Просто проводил время С семьей Круто Мы бы гуляли Там На всех бы время хватало Супер Ходили Мороженое ели По кафешкам Там Можно было бы заниматься Там Пять раз в неделю Спортом Можно было бы еще себе Хобби какое-нибудь придумать На самом деле Очень много всего Круто Если спать не надо Очень плохо Что мы Мы должны спать И наш организм Так устроен Что нужно спать Это очень плохо Я даже иногда думаю Знаешь Вот У меня режим Там Да допустим А я думаю Надо Там Кинчик Да Там посмотреть Со своей Там до 4 утра Мы смотрим Там его Да И все И режим Все Он сразу нарушается У тебя И потом Надо восстанавливать его Потому что Ты потом будешь 12 ложиться Ты просто не уснешь Ты так и так Будешь Как бы поздно засыпать Я думал Блин Один раз Живем Один раз Почему я должен Ложиться спать Если я хочу смотреть Еще 3 серии И меня никто не может Остановить Понимаешь Да С чего бы Вдруг я должен спать Ложиться И это бесит иногда Даже до абсурда Доходит Вот так вот Так что Если бы не надо было спать Вообще бы много Потому что Прикинь Мы бы могли бы И работать И стримить И удивлять Время близким И все что хочешь Да И так вокруг Это было бы прекрасно А как много часов Надо тебе спать Чтобы чувствовать Себе хорошо Ну 8 минимум 8 минимум О Но ты что 5 спишь Не Я так 7, 6 8 тоже Но например Если уже 9 То я уже не чувствую Себе хорошо И уже за много Для меня Ну смотри Просто Чтобы Чтобы ты понимала И люди Вот кто Будет нас смотреть Выспаться Ребят Нельзя Чтобы вы понимали То есть Если у вас Всю неделю Недосыпание И вы такие В субботу Будут спать До 4 Так не получится Так нельзя делать Нужно Должна быть Периодичность Должен быть режим И дисциплина В этом деле Вы должны Вставать И просыпаться В одно и то же время В любой день недели Выходной Это не выходной Только Только тогда Вы себя будете Хорошо чувствовать И нормально выглядеть И быть продуктивно Всегда работать Думать Мыслить И что-то делать Чем вы там Занимаетесь Так что Выспаться нельзя Это все мифы Это все Неправда И потом Хороший Айм в Таркове Да Айм хороший В Таркове Айм лапс И хорошее Восстановление Сто процентов Но я на играх Все дальше тренирую Я так как ты говорила Правильно Еще предплечье Мышцы предплечья Бицепса И плеча Отвечают за вас Им Так что развивайте Эти мышцы Бицепс Плечо И предплечье Ваше Это тоже очень влияет Без шуток Без шуток Вот Все Дальше едем Да Дальше Давай Так Что-нибудь такое Две шестерки Давай Окей Какой Какой самый простой способ Доставить тебе удовольствие В татуре вопрос плохой Слушай, ну Вообще-то Вопрос многогранен Очень многогранен Я Я не знаю С какой стороны На него ответить Ну с какой Хотешь С какой Хотешь Слушай, да не знаю Блин Да много чем Я очень сильно Поесть вкусно Люблю Реально Это вообще Самое лучшее Что может быть В нашей жизни Вот Вопрос в другом Кто не любит Заниматься любовью Да Естественно Просто Вот И Я наверное Буду выглядеть Как животное Ну вот И все Зато Зато Правда Все любят Покушать И меня за любовью Ну я согласна По факту Я не буду Как бы Не буду брониться Придумать Тут что-то Сидеть там Строить из себя Ой Ты знаешь Мне так нравится Когда мне говорят Комплименты А еще А еще Мне очень нравится Когда меня хвалят В Таркове Вот Ну и люблю Чуть-чуть Покушать И выпить Кстати Да Ой-ой-ой А выпить Кстати Это прям Ой-ой-ой Надо Не пить Ребята Трезвый образ Жизни Это Тот здоровеньким Помрет Да Кстати Поэтому Вот так Это хорошо Теперь Давай Еще один А он был Да Еще один А 55 был? Не Был 66 50 Ну давай Ты выбери один Я? Окей Окей Представь Что на тебе Смотрит Миллион Человек Твоя Первая Мышль Что бы Ты Хотел Сказать? Блин На самом Деле Вот Я Прям Сказал Что Я Хочу Срать Эмилион Эмилион Человек Смотри Это прикинь Коже А ты представляешь? Вообще Это Я бы Реально Сказал Вот я Б сказал Ну ладно Это Вырежешь Потом Нет Вот Ладно Что бы Я сказал Ну Блин Я не знаю Вот сейчас Что в мысль Приходит Это Ну Мирное небо Над головой Реально Как же Они Заколупали Просто Вот это Все Делят Делят Все Не наедятся Никак Как будто Они там За собой Унесут Это в гроб Все им Земли Все им Вот эти Вот Ископаемые Непонятно Вот эта Суета А мы Простые Смертные Сидим Вот на это Все смотрим Как на Вот этот Шар Да Который Скоро Лопнет И ничего Не можем Сделать Вот Я бы Ну Сто процентов Хотел бы Чтобы Было У всех Мирное небо Над головой И мы бы Смогли Спокойно Перемещаться По всему миру И Вот Как бы Было бы Круто Очень Я так В Европу Хочу Съездить Мне тут Ехать До Польши 40 километров Вот А как бы Из-за того Что сейчас происходит Они чуть ли там Не стены строят С нашей границей Ну типа Ну что за глупости Вообще Люди-то простые Тут при чем Я типа За простой люд Я вот За это все Поэтому Ну я бы Хотел бы Реально Чтобы был мир Во всем мире Надоело это Уже все просто Мы сейчас живем Вообще с тобой В очень плохое время Да Я согласна В очень плохое время У нас одна жизнь Да Поэтому Быстрее бы Уже все закончилось И Было бы все хорошо Тогда Согласна Это конец Первый час Ну хорошая часть была Молодец Ну то хорошо Ну приятно так смотреть Когда никто Не знает вопросов Все зависит от тебя Что ты Выбежешь Какие вопросы Теперь переходим До второй части Где тебе придется Быстро отвечать На вопросы Окей Здесь у меня Здесь у меня Подготовлено Шесть блоков С вопросами В каждом из которых Около 40 вопросов Пожалуйста Выбери один Один из блоков Номер Один до 6 Продолжение следует... Продолжение следует...